Начинаются решающие встречи. В серебряном розыгрыше сейчас играют Русал и РТРС. Русал в серой форме, РТРС в синий. Неплохо идут обе команды по календарю. У Русал ничья с МРТС и победа над Нордеан. Итого 4 очка. У РТРС победа над Нордеан. Но при этом поражение. То есть 3 балла после двух игр. У третьего, скажем так, лидера МРТС тоже 4 очка. Так что пока РТРС идет на третьем месте. Нужно одерживать победу. Дожидаться победы МРТС над Нордеан. И в этом случае МРТС будет первым РТРС, вторым Русал третий. Я думаю, что РТРС пошла с большего. И не стоит. Но можно, конечно, выигрывать, честно, надеяться на то, что МРТС проиграет на РТРС. Но мне такой вариант развития событий представляется маловероятным. Возможно, будет ничья. И тогда РТРС первый, МРТС второй, Русал третий. Нордеан никуда со своей четвертой позиции не денется. Как бы Нордеан и чем бы Нордеан ни упиралась, даже победа их в тройку призеров не поднимет. Ну и можно просто сыграть в свое удовольствие. В конце концов, когда очков в активе нету, то уже важна не победа, а участие. С турнирными раскладами разобрались. Теперь непосредственно к игре. Эти команды много матча провели между собой. Последний раз встречались в ходе первенства. Тогда сыграли 1-1. Правда, до этого... Правда, что он первый. Терпели разгромное поражение со счетом 0-9. Всего команды провели 6 матчей. Только одна победа РТРС со счетом 1-0. Ты один с мячом, и ты к тебе на пятак ведешь. Все остальное... Вот она, ничья. Матч в пользу. Русал 9-0. 3-1. 5-0. 4-0. А вот сейчас какой штрафной, кто разыграл РТРС. После удара головой мяч в сетке. Забил Остраушка. Средачи Супермина. 1-0, наверное, обескураживающее начало для Русал. Забил Остраушка. Желтая карточка сейчас Сучкову. Спортивный себе повел. Ударуха какое. Сокновение неприятное. Но сразу же поднимаемся до игрока. Здесь нарушение правил. Забил Остраушка. Сыграно уже достаточно много времени. Арт-Раэс перешел на игру от обороны. Ждет возможности контратаковать. Надо заметить, что в серебряном кубке очень много мельчей забивается после стандарта. Еще интересная история. Казалось бы, играют не самые опытные команды, но стандарты разыгрывают как настоящие мастера. Мог случиться, был в раздевалку. Можно играть. Отложенный фолл Арт-Раэс. Второе нарушение правил. Перехват в исполнении Русал. Много свободных игроков сейчас было. Вон там по головой заработали. РДРС остался без мяча после забития гола. Русал в этом сезоне, в предыдущем, нельзя назвать голодным для побед. Все-таки такой олимп себе воздвигали с трофеев в сезонах пришествующих, что могут спокойно почивать на лаврах. И контратака РТРС. О, на такой момент должен был заканчиваться. Голом втроем выходили на защитника и вратаря. Ух, а сейчас ударище! Киворков, пушка страшная. И по Сучкову мы тоже запомним. Повторяйте. Обалдеть! Удал 12.6. Взяли сервер. Что начало? А с первого удара голод не было. Там бам-бам-бам-бам-куда-то залетел. А? 26. Удал 12.6. 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 Сегодня чего? Осталось доиграть в первом тайме. Бродников клачил мяч. Удал 12.6. Удал 12.6. Удал 12.7. Пытается сократить отставание. Русал еще в первом тайме. Каждую секунду сейчас. Пытается использовать. Удар, который не представлял опасности. Ближний угол был надежно закрыт Сергеем Поповым. А вот момент уже более опасный. Здесь не хватило удара. И сейчас свисток судьи. Сирена отправляют нас во вторую 10 минут. Начинается второй тайм при счете. 2-0 в пользу РТРС. Что уж тут говорить. Счет безуслов. РТРС устраивает. Если будет победа, то останется только ждать, что МРТС в матче с Нордея потеряет очки. И только на это придется уповать также и команде «Русал». Матч для них принципиальный. Все-таки оценивать прошедшее первенство, в котором все удовольствие не приходится. «Русал» в общей таблице оказался на пятом месте в первом дивизионе. Занял четвертую строчку с основанием от бронзи в 4 очка. «Русал» вообще оторвался на какую-то невозможную дистанцию. Почти в два раза больше очков набрал. Так что «Русал» нужно некоторым образом реабилитироваться и оправдаться за такой сезон. Он разыграл, «русал». «Русал» Близко к голу, но не гол Мяч летел мимо Смотрим за контратакой РТРС Ох, какой пас Иди, иди назад, встал Вашюта, мяч Вашюта, мяч Вашюта, мяч Вашюта, мяч Вашюта, мяч Легита, выше Легита, выше, в души Снова Еще одна атака РТРС Хорошая, Кряжев В последний момент Поставляет не то грудь, не то плечо Приходится мяч выносить Не просто приходится Русалову Играют первым номером Всем составом Лезут на чужую половину поля Поэтому такие провалы будут происходить Сейчас нагрузка на вратаря будет колоссальная В одну точку идете Андрюх, не надо, отдай прочь Иракова Андрюх На Отличные удары здесь, шансов уже не было у вратаря. Это РТРС, Пакидин забил с передачи Васютина. Пакидин заботливо установил мяч в центре. Минимальным становится отставание Русал. И у них есть еще очень много времени, чтобы отыграться. Порядка пяти минут осталось. Паскаков продолжает очень эмоционально руководить строениями своей команды. Большой унтарю делать пас нельзя. Сейчас Реша спокойно от ворот бросит. Игроков гордите! Поверь! Поверь! Павли! Поверь! Почти у меня! Почти! 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 Парников! Пушит! Хорошо! Угловой Русала, но перед этим разъяснение от арбитра, что это будет не угловой, а аут. Здесь действительно оставалось только бить слету. Все такие ауты очень важны, русал, потому что тоже в определенном смысле стандартное положение. Есть время всем расставиться, потом подвигаться. Понятно, что тут всего несколько секунд, но есть отличие от того, когда идет непосредственная игра. Защитника снова. Играет назад. Играет. Покитин. Выбивают у него мяч из ног. Тайм-аут берет от трес. Трёжев тащит сейчас мяч из девятки. Последняя минута. Ответственный момент. Бор в центре. Обыгран защитник Хидро бил. Внешней стороной стопы. Снова отрабатывает защита. 35 секунд до конца. 35 секунд чистого игрового времени. Удалось развернуться и пробить. Пряжет здесь спокойно. Внешней стороной стопы. Я просто не назвал этот момент нарушением. Может быть, он иначе смотрелся с той точки, где находился арбитр. Но, скорее, игрок, владивший мячом. С одной на другую приложил мяч. А после этого корпусом налетел на соперника. Да, нога у соперника была выставлена. Но... Куда двигался игрок? Русал. Мне показалось, что он осознанно двигался на корпус игрока соперника. Держи. 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 Можно мяч тащить. Входить в сторону. Не так сильно. Но вот здесь удается обыграть. Пас в центр и опять слишком слабый. Всё! Победа РДРС. П others. Продолжение следует. Продолжение следует. Пок $42.